С добрым утром, друзья! На часах уже больше шести часов, пора смотреть обзор мода PlayerRenderMod, собственно, после тоновки. Это модификация. В вашем мире Майнкрафта появится возможность взглянуть на себя от третьего лица, не переключаясь на эту камеру. Ну, как понимаете, в верхнем левом глаз появляется, или появляетесь вы. И что же эта функция нам даёт? Во-первых, она снижает FPS в размере 15-10 кадров, то есть именно эти кадры пропадут. И о комфортной игре с этим модом можно на некоторое время забыть. Но если будете, конечно, стоять, то FPS будет стандартом около 47-48, в зависимости от вашего планшета или телефона. Но если же ваши гаджеты просто топовые, то вы можете забыть о лагах и снижении FPS. Давайте теперь рассмотрим нашу модификацию, которую мы будем сегодня обозревать. Во-первых, если возьмёте предметы в руки, они также будут там отображаться без всяких багов, без всяких вылетов. Как видите, кубики вправду большие, я не знаю, что за баг. Я использую первый билд, так как второй билд у меня вылетает. У меня появляется чёрный экран и просто вылет. Удаление папки Games не помогает. А теперь, друзья, также если вы будете двигаться или бежать, прыгать, приседать, то всё это будет показываться вот в этом углу. Друзья, это просто замечательно. И как видите, когда я двигаюсь, именно с этим модом FPS снижается до 20, иногда даже до 16. Но в плоском мире я проверял, FPS снижается на 6-7 кадров. Ну а здесь, друзья, это довольно много. И, как понимаете, играть с этим модом стабильно у вас не получится. Что же могу сказать, оптимизация этого мода хромает. И можно поставить всего лишь троечку из пяти. А, друзья, мод, конечно, можно доработать. Но лаги просто жуткие. Сейчас лагает именно этот мод. Ну или, можно сказать, Майнкрафт с этим модом. И это просто печально. Собственно, друзья, вот такой маленький мод был у нас сегодня. Ставьте лайки, конечно, и подписывайтесь на канал.